Сколько стоит Новый год? На канале ОТС стартует серия репортажей. Наш корреспондент Борис Киргенеков каждую неделю будет проверять в магазинах стоимость основных новогодних продуктов, чтобы выяснить, как изменятся цены к празднику. 17 дней остается до Нового года и время задуматься о том, каким будет ваш праздничный стол. Традиционно цены в магазинах на главные продукты Нового года, шампанское, мандарины и конфеты, дорожают. Раз в неделю на канале ОТС мы будем проверять стоимость этих товаров, чтобы узнать, как изменится ценник к 31 декабря. Мы составили продуктовую корзину к празднику. Выбрали 7 категорий товаров, которые новосибирцы чаще всего покупают к Новому году. Обязательно мандарины 1 кг – главный атрибут праздника. Российское шампанское без его на бокалов 31 декабря не обходится. Коробку конфет – одну из самых популярных марок. Курицу. Помидоры. Как раз и выясним, повлияла ли на их стоимость турецкая продембарго. Красная икра. Баночка в 140 граммов. Последней в нашей корзине будет десяток яиц. Без них салатов на стол не сделаешь. Для проверки мы выбрали две точки – крупный супермаркет и небольшие уличные рынки. Начнем с последних. Мандарины из Марокко стоят 140 рублей за кило. Ценник участников одинаковый. Видимо, договорились. Помидоры из Ташкента – около 200. На вид спелые. Покупатели уже заметили, что цена на продукты в таких местах растет. Уже начинают продавцы подниматься? Да, я считаю, помаленьку начинают. А ближе к тому году, я считаю, еще будет поднятие. В рыбной киоске разговаривала с продавцем. Но у нее бешеная цена. Кстати, о рыбном. Весовую красную икру мы не нашли. Только фасованную в банках. Цена 330 рублей за 140 грамм. Курица – 150 за килограмм. За десяток яиц первой категории продавцы просят 54 рубля. Того, что ценник вырастет к празднику, сами продавцы не скрывают. К Новому году этот ценник будет повышаться, нет? Что будет? Ну, к Новому году эта цена будет. Вот как мы можем вам гарантировать? Ну, по опыту прошлых лет, если там. По опыту прошлых лет повысится. К празднику. Берите сейчас. Дальше мы отправились в крупный супермаркет. Заходим в овощной отдел. На первый взгляд цена не сильно отличается. Зато качество хуже. Немного 7 рублей килограмм. И тут с учетом того, что это по акции. Но качество фруктов, по-моему, оно оставляет желать лучшего. Однако конфеты, к примеру, купить в магазине дешевле на 30 рублей. То же касается и мороженой курицы. Килограмма обойдется на 20% меньше. Бутылка популярного российского шампанского стоит порядка 200 рублей. Вот обычное шампанское российское можно купить за 160 рублей. Но это с учетом скидки. Без скидки оно обойдется 190. Красная икра опять только в банках. Сравниваем со стоимостью на рынке. Дешевле на 10 рублей. Все цены мы записали и посчитали. Общая цена на продукты после нашей сегодняшней проверки получилась следующая. Чтобы приобрести все вышеуказанные продукты на рынке, нужно потратить 1130 рублей. Правда, это без бутылки шампанска. Ее в таких местах не продают. В супермаркете сумма получилась чуть больше. 1264 рубля. Но это без скидок и акций, которые предлагают магазины покупателям. Как изменятся цены на продукты через неделю, мы обязательно проверим. Борис Киргенеков, Борис Гладких. Новости ОТС.